За два десятка лет на сессиях городского собрания депутатами было рассмотрено и отработано множество долгосрочных программ. Одним из самых ярких созывов стал четвертый по счету комитет. На долю народных избранников выпала сложная работа по внесению изменений в правовые документы и нормативные базы города в связи с подготовкой и проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. За этот период прошло рекордное количество заседаний – 85 очередных и внеочередных сессий. Введены комплексные финансовые и экономические программы. Возглавлял Олимпийский депутатский корпус Анатолий Луцик. Председателем пятого созыва стал Филонов Виктор Петрович. И сейчас, в период непростой экономической ситуации в стране, перед народными избранниками стоят сложные задачи. Применяются конструктивные подходы к бюджету города, решаются приоритетные направления для создания благоприятных условий жителям курорта. Совместно с мэрией города особое внимание уделяется социальным программам по поддержке населения. Продолжается развитие города как горно-климатического курорта, ведется расширение пляжных территорий и уделяется особое внимание бальнеологии. Восстановлению Сочи статуса общероссийской здравницы. Решение всех этих задач невозможно без участия депутатов, многие из которых ведут свою работу еще со второго созыва. Можно о каждом депутате сказать очень много хороших и добрых слов, потому что основная задача депутата – это работа с населением, работа с избирателями, те, которые его избрали, и защищать его интересы. Это главная наша цель, которую мы выполняем. Я обращаюсь к депутатам всех созывов нашего городского собрания. Вы сделали очень много для развития нашего города. Для того, чтобы наш город стал таким, как он в настоящее время есть, который живет яркой, насыщенной жизнью, это ваш непосредственный вклад. Каждому из вас счастья, здоровья, мира и добра. Поздравления сотрудники городского собрания Сочи уже получили от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Законодательного собрания края Владимира Бикетова. Приветственный адрес депутатам направил и руководитель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко. Торжественное собрание в честь народных избранников сегодня провел и глава Сочи Анатолий Пахомов.